Привет, народ! Как бы совершенно не планировалось данное видео сегодня, сегодня в принципе планировалось немножко другое видео, но его я, наверное, пока выкладывать в YouTube не буду, подожду. Ну, скажем так, реакции оппонента. Если оппонент, ну все поняли, наверное, о ком речь, успокоится, то как бы и видео я не буду, наверное, выкладывать, потому что данное видео, которое я собираюсь выложить, то оно для него будет критическим. То есть, как правило, после таких вещей делают немножко больно. Обратный адрес, потому как данный нож приехал из России. Хабаровский край, вот так вот. Дальше я не буду на личную информацию человека. Ну, коробочку, наверное, кто-то узнал, кто-то нет. Я, допустим, данную коробочку вижу впервые. Соком Элит. Вот так вот ножичек называется. Давайте вот так вот сделаем. Сатин стандарт. Самому интересно, что у коробочки. Ну, ну, ножичек, сертификат, что нож не является холодным оружием. Хозяин предусмотрительно положил, дабы не было вопросов на таможне. Ну, и, собственно, сам ножичек. Карбоновые вставки. Клиночек не по центру очень сильно. Ну, для такого ножа. То есть, вот так вот прямо. Стеклобойчик. Стеклобой хитрый шариком. Ого, здесь. Все так как-то. Болтается. Ну, есть такой люфт. Некрасивый. Ну, как бы честно говорю, ножичек такой вижу впервые. То, что клин очень даже не по центру. Это прямо-таки странно. Потому что, ну, прямо, прямо очень-очень сильно не по центру клиночек. Ну, я бы, честно сказать, так даже не подумал, что этот ножичек относится к хозяйственно-бытовым. То есть, реальный такой уклон есть у ножа. Какой-то военно-тактический. Такой он, обозленный. Ну, в принципе, наверное, будет вот такое коротенькое видео. Коротенькое видео. Это не обзор ножа. Это не ножевая мастерская. Это просто вот вскрышка. Это просто вскрышка коробочки. Почему? Потому что уезжаю в Москву. То есть, я просто не успею физически, не успею, скорее всего, сделать этот нож. Но если хозяин отпишет, в принципе, если хозяин отпишет под видео, что с ним не так, что с ним делать, я просто не помню. Был вопрос. Был вопрос, как бы, писало два или три человека по Соком Элит, и Соком Элит два. То есть, не помню, просто кто-то хотел отправить нож. Я, честно говорю, я отговариваю людей от пересыла из-за границы. То есть, если по Украине, я еще понимаю, как бы, да, ситуацию. Но если из-за границы, как бы, то я, как правило, стараюсь человека отговорить. Вопрос в том, что вот здесь, скорее всего, вот еще такой косяк присутствует. То есть, если внимательно посмотреть на фальш-лезвие, как бы это даже показать, то видите, как оно сходится. Вот сейчас я, ну, как бы, я вижу на камеру, что фальш с разных сторон подведен неравномерно и очень-очень криво. То есть, с одной стороны так, с другой стороны эдак. Видно, да, наверное? То есть, здесь не две параллельные линии, и они вообще вот на кончике ужасно это видно. То есть, человек, говорит, заплатил бешеные деньги за нож, а получил непонятно что. Ну и плюс очень-очень хитрые. Я даже как-то... Мне даже как-то интересно стало. Чем вот здесь ковыряли. То есть, здесь чем-то пытались... Вот, видите, да? Болтики вот эти вот. Чем-то их пытались открутить. Вроде как пытались, но не получилось. То есть, или они такие и есть кривенькие. Ну, короче, как-то так. Ну, не знаю. Нож здоровый, но как по мне... Как по мне, так не за свои деньги. Фальш сведен очень-очень криво. То есть, это просто ужас. Просто посмотрите вот на это сведение и с этой стороны, и с этой стороны. Давайте вот так вот попробуем. Вот сейчас, наверное, видно, да? Что и начинаются вот эти спуски верхние. С разных сторон. Вот с одной стороны. Вот с другой стороны, смотрите. Видите, да? Раз. И два. Вот он где. Ну и точно так же заканчивается. Вот раз. И вот два. Видно, да? Вот сейчас четко видно. по блеску, по отблескам видно четко, что это кошмар какой-то на колесиках. Ну, в принципе. Будем посмотреть. В общем, жду комментариев автора, потому как, ну, здесь я как бы не нашел больше никакого ни письма. Поймите правильно, честно говорю, очень много как бы писем, переписка каждодневная. Я не помню, с кем я о чем говорил и что мы собирались ножом делать. Я помню, что просто, ну, если бы один кто-то писал, я бы еще вспомнил. А так, несколько людей спрашивали за Майкро-Тек. несколько людей спрашивали, то, как бы, я уж, честно говоря, сам запутался, с кем я о чем говорил, то, если есть возможность, то хозяина прошу описать в личку данную ситуацию, что мы там конкретно делаем. Ну, желательно, если есть, то можно на таймлайн, то есть, там, допустим, указать время, там, 2 минуты 12 секунд, то есть, 2 минуты 2 точки 12 секунд, я на нее нажимаю, попадаю на это время, и указать, делаем то-то, там-то, делаем то-то, там-то, делаем то-то. Обратный ваш адрес у меня сохранился, то есть, но, как бы, что делаем с ножом, мне желательно, знать. Ну, и, скорее всего, что, если там какая-то незначительная, то есть, если я успею, то я, возможно, если я успею, то я, возможно, просто заберу нож с собой в Москву и отправлю по Москве, то есть, вам просто доставка выйдет так намного дешевле, намного, я думаю, проще, чем через границу вот это все хозяйство гонять туда-сюда. Ну, в принципе, в принципе, как-то так. Я думаю, на этом все. на сегодня. У меня просто куча работы, 9 часов полдесятого, а у меня вот, смотрите сами, раз, два, три, четыре, вот там вот еще, и вот там вот еще две пары. То поэтому это все нужно, нужно сделать до отъезда, а люди попросили, и никуда не хотят нести больше. Так что все, буду работать. Все, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,